Окончание 58-й сессии прошло 14 июня. 72 вопроса в повестке дня, в том числе и новые. Начало работы сессии 9.00. Первое рассмотрение вопроса о прекращении полномочий депутата Орлова Максима Ивановича. Обращение зачитал мэр Фомичок. Я предлагаю подложить это решение сегодня и голосовать. Дождаться, когда Максим Иванович будет, будет присутствовать на сессии. Быть может, это даст возможность ему еще раз одумать этот шаг, который он делает, который в конечном итоге, еще раз повторюсь, может серьезно повлиять на те процессы, которые сегодня происходят на счет обыскательности. А с учетом того, что Максим Иванович давно написал заявление, мы думаем, что за это время обстоятельства могли поменяться, поэтому прошу этот вопрос отложить до присутствия Максим Ивановича на сессии. В результате убедительной речи за проголосовало только 11 депутатов. Правда, спустя некоторое время депутат Орлов пришел на сессию и еще раз обратился к депутатам. Я сегодня должен очень много работать на основной работе. Я не могу выполнять, кажется, свои обязанности как депутата. И на сессиях не могу присутствовать, и готовиться к ним не могу, и не могу встречаться с жрецами, потому что очень много работы по прямой своей деятельности. Поэтому я свое заявление и не отзывал, я его подтверждаю. Уважаемые коллеги, не пытайтесь, у меня женибок будет против моей боли. Я просто не смогу работать. Я честно вам об этом говорю. Примите этот свеченький, проголосуйте, пускай кто-то другой придет. В данной ситуации по-другому я не вижу выхода. Но это честно, понимаете? По отношению к жильцам, по отношению к выборцам, по отношению к городу, по отношению к коллегам. Это заявление, потому что... Мы не завершим. Я с вашей пропозиции могу представленного отсылания повернуть здесь. Дуже дякую. А я повинен вернуться к нему. Прошу повторно рассказать это вопрос. Оскільки я не изменил свои думки, и обстоятельства, которые были, они тоже не изменят. На жаль, они не изменят, поэтому я не могу выполнять сейчас, как я могу повноважение написать, и прошу подпримать меня. Была предпринята попытка воспрепятствовать повторному рассмотрению этого вопроса, но... Мне кажется, что сейчас есть попытка сорвать работу сессии. Мне кажется, что регламентная комиссия в оставшемся составе пытается сделать все, чтобы мы не проголосовали и не вынесли вопрос второго рассмотрения. Цели, мне кажется, опять же не менее. Для того, чтобы сегодня работу сессии сорвать. Вопрос был проголосован и утвержден. 14 депутатов за. Затем возникла горячая дискуссия о языке общения на сессии, и здесь вновь была попытка вывести сессию на взрывной эмоциональный уровень. И только благодаря сверхсдержанности мэра города Фомичева сессию удалось вернуть в деловое русло. Если вы знаете государство, вы говорите государственным. Мне кажется, что это абсолютно понятно. Если ты занимаешься посадой депутата Славутийской районы Киевской области, Украины, и владеешь государственной умовой, то, может быть, было бы нужно говорить с ней. Если ты не хочешь не понимать, говори российский, нет проблем. И что они в Занувачии все равно не звучали. И не про мову сегодня дать. Достаточно продолжительная была дискуссия о программе благоустройства и детских площадках. Несколько цитат депутатов и нашего архитектора. Возможно, вот задумайтесь, возможно, нам надо идти в обратную сторону и сделать условно три очень крутых площадки, прям таких мини-диснейленда в городе. Не знаю, где они будут. Места найти удобные максимально всем жителям. И вливать уже точечно в них, но чтобы они были действительно идеально. Или все-таки точечно в... Каждый хочет под своим домом поставить, вот до этого. То есть, чтобы с окна выглядел, позвал Вася домой кушать. И чтобы было как раньше. У нас город позволяет сделать. У нас есть возможность маленьких детей, начиная от трех лет, грубо говоря, выпускать подвор. В принципе, для того, чтобы они игрались и потом домой звались, а как только выглядывать. Параллельно приведем вопрос мнений жителей. Я думаю, что это не составит труда. Предложить два концепции. Первое. Дворами, как это у нас сделано, благо у нас архитектура как раз таки так и обустроена, что в любом случае есть какое-то окружение домов, где можно поставить эту большую или чуть побольше детскую площадку. Или же концепция больших площадок, там, две-три на весь год. Это первое. Поэтому может быть действительно вопрос. Второе. В точке зрения сохранности, возможно, здесь нужно удивить большим вниманием. Потому что, поверьте мне, тут, наверное, всем нам, жительным городом, нужно начать относиться более бережно к тому, что мы имеем. Понимаете? Потому что, когда идешь и видишь, что это такая круговая качелька. Когда сидят мамы, сидят родители, а детки при этом в поршивниковую группу засыпают песочек и крутят, то, наверное, я думаю, люди взрослые, которые это наблюдают, должны были сделать замечание про меня. После обеда самым сложным вопросом был вопрос про установление ставок топиль и заплаты в податку на нерухомое майно «Видминный вид земельной делянки» на 2020 год. Практически полтора часа обсуждения привели к одному дополнительному перерыву и очередному взрыву эмоций со стороны депутата Борисова. После чего он удалился, хлопнув дверью. Голосование по данному вопросу не дало положительного результата и вопрос принесли на рассмотрение, видимо, на внеочередную сессию. Дочекаемость, все-таки, рекомендаций, но, если не дочекаемость до 15 липня, то, наверное, надо собраться на посадку все равно, чтобы мы не подставляли людей. С вырахованием результатов голосования, может, справедливо давайте перенесем, а не ничем. Ну, нема сенсу. Я вообще один блок вопрос перенес на наступную. Звиты коммунальных предприятий до до ранка не разъедемся. Может, окремо проведем сессию по звитам и податкам. После этого сессия проходила по деловому и достаточно оперативно. Было рассмотрено около 40 вопросов. А еще мэр поделился достаточно любопытной информацией, которая прозвучала на одном из совещаний в вышестоящих органах. Вы там не ставьте дитячий майданчик, не ремонтуйте дороги, вы платите за бильги укрепляку, укрепляку, укрзалізнице. Бо це ваша відповідальность. Бо держава финансирует сколько, сколько не есть грошей. А мисцевые органы владельцы обязаны и обеспечить социальные гарантии людям по тим бильгам, которые надала держава. Это позиция держави сегодня. 18-го раз начинается форум Асоціації Міст Украины. Мы там всеми местами закатали педню. Это просто жар. Укртелеком монополист по дротовому зв'язку. Кому він цей дротовий зв'язок по великому рахунку треба? Чому нема пиль на стільниковый зв'язок, на мобильный? У меня есть пропозиция. Я намагаюсь коротко так далее. Чтобы мы наступный рік приняли программу компенсации людям зв'язку в мобильном, визначенной сумме в месяц, с этим бильговым категориям, если они отновляют ряду категориков. Те изменяют тарифы, когда захочут. Никто их не контролирует. Где это, как и монопольный комитет? Чому они до этого часа монополисты по наданню послуг зв'язку? Что это такое, что это за отношения? Я уже не скажу за то, что мы теперь обязаны финансировать пиль. Те, против чего мы боремся. Укрзалізница, перевезення, и еще одна информация, а мы изменяем закон так, что перевезники не смогут отмолвать за криминальное ответственность в перевезении пильгов категории, если и перевезники до вас прийдут и влаштуют вам вирваные руки. А если вы будете себе прогано вести, то мы выйдем на Facebook, и все вам расскажем, какие вы поганили. Это сейчас крайне таки государственного управления. И еще, пожалуй, будет достаточно интересно всем словучанам, что в Добрынинском квартале пять улиц получили свои названия. Добросусицкая, Мирна, Затышна, Схидна. Та имени героя Украины, работника ЧАЭС Александра Григорьевича Величенко. Продолжение следует... Продолжение следует...